Царь у небесный, отечественную жизнь, и жизнь здесь, и вся исполняй рай. Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, сердечно вас приветствую на открытии выставки, ярмарки православной литературы. Да я не благо, да я тебе чадом вашим, коль мне паче отец ваш небесный даст благо просящему него. Слава тебе, Господи, слава тебе. У нас есть большое количество новинок. О, Господи, явись она, благословен гряды, во имя Господи, во имя Господи. Дай Бог каждому найти душеполезную книгу, которая доставит им удовольствие и будет на пользу души. Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня в Краевой научной библиотеке имени Степана Крашенинникова открылась ежегодная выставка ярмарка православной литературы, книги, которые меняют жизнь. Вот, эта выставка ярмарка видна за моей спиною. И представлена на ней не только святоотеческая, не только богословская литература, но также и литература художественная, красная нить которой – это состояние души православного христианина. Вот это хорошая книжечка, я читала. С книгами. Это же матушка. Благословите нас. Вот Инна Севериковна подошла. Приветствую вас. Приветствую вас. Сотворите, молитесь я, при благе спаси, услыши и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ничего ли. Благослови, высокопреосвященнейший Владыка. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Благословище благое, ты жизни подателю, предистились мы, и очисти мы от всяких скрепных, и спаси блажен души наше. О Господи, явися нам благословище благое, Господи, исповедать Господи, яков, благ, яков, милость Его. О Господи, явися нам благословище благое, ты во имя Господи. Все честные отцы, дорогие братья и сестры, седечно вас приветствую на открытии выставки, ярмарки православной литературы. В эти дни мы ежегодно совершаем День книги, мы говорим о важности печатной книги, мы говорим о важности православной книги. Что такое православная книга? Это не только, собственно, Слово Божие, не только творение святых отцов, это художественная, историческая, самая различная литература, которая в своей основе содержит христианские истины, христианскую православную мораль, которая в своей основе содержит евангельскую истину. Наша культура, она исторически так есть, она твердо основывается на православии, поэтому не случайно, что первая книга, как печатная книга, которая вышла в нашей стране, была православной, богослужебной апостол. И в течение уже более чем тысячи лет Евангелие учит наш народ благочестию, праведности, учит тому, чтобы каждый был достоин того звания, в котором призван. Поэтому, обращаясь к вам, к читателям, хочется сегодня сказать, обязательно читайте духовные книги, пусть они будут вашим наставником, как говорил такой святой наш Иоанн Лесенчий, говорит, что читайте Слово Божие, потому что Слово Божие, Священное Писание немало собирает и просвещает ум. Читайте исторические книги, книги по истории Церкви, истории нашей земли. И эти книги, если в своей основе они имеют христианскую нравственность, они помогают человеку сделать шаг к добру, к святому, значит, шаг к Христу. И подобно тому, как подлинным искусством мы считаем то искусство, которое возвышает человеческую душу, так и подлинная настоящая книга, мы называем ту книгу, которая учит человека добру. И еще раз всех вас приветствую, сердечно благодарю Министерству культуры, Министерству социального развития, нашу библиотеку имени Степана Крашенинникова за наш многолетний совместный труд. А сегодня у нас необычная выставка, она посвящена просветителям Камчатской земли, митрополиту Нестору. Дай Бог каждому найти душеполезную книгу, которая доставит им удовольствие и будет на пользу души. О Господи, явись она, благословен гряды, во имя Господне. Тихо и безмолвно ждие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И не дали человека любви, премудрость, святая Бодородица, спаси нас. И снижу и хирурги, и славнейшую, без сравнения серафим, безысление Бога, слава Рождества. Я рада поприветствовать вас сегодня и в первую очередь поблагодарить за приглашение для участия в открытии выставки. Хочу всех поздравить с праздником. Это поистине праздник, праздник торжества, я бы сказала, книги, православной книги. Вы знаете, меня вообще радуют события, мероприятия, которые становятся традиционными. И обратите внимание, не все праздники, наверное, не все мероприятия действительно становятся традиционными, а только, наверное, те становятся традицией, которые действительно лежат глубоко в нашей душе и в нашем сердце. Почему я люблю бывать всегда на неделе, на православной неделе, в день открытия православной книги? Потому что я всегда нахожу для себя и в первую очередь для своих детей нужную литературу и нужную книгу. И в этот раз тоже мы с отцом прошли, попросила, чтобы мне показали новинки. Мы познакомились с новинками, с новыми новинками. И вот я нашла опять для себя и в первую очередь для своих деток нужные книги. Хочу сказать, что мне нравится язык, вот этот правильный, красивый язык. Это настоящая литература. Дети, читайте правильные книги. И действительно, не случайно сказано, золото в земле, а знания в книге. Большинство людей знакомы с именем Светилина Кентия Московского. По всероссийскому масштабу, даже за пределами нашей страны. И этот человек сделал много для Камчатки. Он возглавлял обширную Камчатскую Курильскую Алиутскую епархию. Но есть вторая личность, которая не менее значима для нашей Камчатской земли. Это имя митрополита Несторонисимова. К сожалению, не все знают это имя. Даже здесь у нас на Камчатке не все знакомы с личностью, с его биографией, с теми трудами, которые он совершил здесь для нашего полуострова, для жителей нашей Камчатки. Поэтому мы решили посвятить эти дни православной книги, эту неделю, посвятить этому просветителю Камчатской земли. И впервые представили такую выездную экспозицию нашего епархиального музея православной Камчатки. Здесь представлены не все экспонаты, только часть. Кому заинтересует наша экспозиция или продолжение рассказов, могут уже прийти к нам в музей, в епархиальное управление, в собор Святой Женщины Труицы. Итак, святитель, митрополит Несторонисимов. Родился в Вятке, в семье военного чиновника. Мама была глубоко верующая, он рос верующим человеком, ребенком, ходил, посещал храм. И первым таким переломным моментом его жизни была встреча с другим святым человеком, святым праведным Иоанном Кронштадтским, который пребывал, находился с поездкой, с посещением в городе Вятка. И в этот период мама будущего митрополита Нестора была тяжелобольна, практически была приснед. И тогда мальчик Николай, будущий, да, отец сестра, он встретился, добился униенции этого будущего святого, вот, и пригласил к себе домой. Святой Иоанн помолился, отслужил молебен, после чего мама выздоровела, исцелилась. Вот, это был такой переломный момент, это было знакомство с святым Иоанном Кронштадтским. Именно этот святой впоследствии благословил Николая, будущего отца, владыку Нестора, на свое миссионерское поприще, свой миссионерский подвиг на Камчатской земле. Ерман Ахнистер прибывает на Камчатку в 1907 году. Начинает совершать путешествия, поездки по полуострову, и он видит, в каких тяжелых условиях приходится жить человеку. И местному населению, коренному населению, и русскому населению, всем живется Несторатка. Одно событие на реке Гижиге, когда разлилась река и смыло все поселения, вот это запало ему, настолько запало его душу, что он принимает для себя решение, что Камчатке необходима всероссийская помощь, что для Камчатки нужно создавать организацию, братство, благотворительное братство во всероссийском масштабе. И с этой идеей он обращается к своему правящему архиерею, а уже правящий архиерей направляет его в Петербург. Так уж получается, что его не принимают. Его эта идея не находит поддержку в Синоде. Тогда будущий митрополит Нестор, будущий миссионер, начинает собирать людей и рассказывать о том, чем живет Камчатка, в какой нужде находятся здесь люди. Он приводит с собой фотографии, был слайдоскоп, он показывает, рассказывает. И эти лекции, эти встречи в Петербурге вызвали такую широкую волну, что эта информация дошла до Столыпина, премьер-министра. И именно благодаря ему состоялась встреча отца Нестора с императором Николаем Вторым. Император Николай Второй выслушал, поддержал эту идею создания братства и, более того, назначил покровителем этого братства своего молодительного сына, царевича Алексея. Илья Ашрыба просит на змею подаст ему, ащебовый лукавий, сущий, умейте даяние блага, даяте чадом вашим, коль мне паче отец ваш небесный даст блага просящему него. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Здесь представлена художественная литература совершенно разнообразная. Ну и, конечно же, у нас есть большое количество новинок, которых еще не было в продаже у нас, на нашей Камчатской земле. Можно будет выбрать литературу по душе. Здесь есть и творение свят-отцов, и по семейной психологии. Ну, мне кажется, на любой вкус. Затем начинается Первая мировая война. И Роман Ахнистер, в 2014 году, оказавшись по делам братства в Москве, создает санитарный тучий отряд. Нет, не под наклончиком. Вот так, вот так. Это от именной узел. Только так, понимаешь? И вот эта буква, как будто бы Ашар, это О. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вы, конечно, не потомок выходцев из местечек, не ветхозаветник, мечтающий уничтожить всех христиан, пишите комментарии. А если вы здесь впервые, не забудьте выполнить вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу для того, чтобы не пропустить новые видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Дима Дима